Вот что нас больше не удивляет. Увольнение за гражданскую позицию, допросы после критики режима, обвинения по надуманным статьям, отсутствие справедливости, ложь государственных СМИ, вранье чиновников, бесчеловечное поведение людей без опознавательных знаков, бесконечные приговоры, штрафы, сутки, похищение, шантаж, избиение, унижение, пытки, смерть. Все это не удивляет, все это раздражает, не дает спать, не дает дышать. Кажется, что порой об этом уже нет сил думать и говорить. Но молчать нельзя. Здравствуйте, это реальные новости на канале Страна для жизни. Мы говорим о том, о чем молчат государственные СМИ. Каждый день новостные ленты независимых изданий и телеграм-каналов разрываются от бесконечного потока новостей, в которых сложно найти что-то позитивное. Стакан наполовину пуст или полон вечный философский вопрос? Так и с белорусскими новостями. Новость хорошая или плохая? Это зависит, конечно, от того, как на эту новость посмотреть. Попробуем посмотреть на некоторые новости максимально позитивно. Вчера появилась новость о том, что Apple требует удалить телеграм-каналы с дианоном силовиков. Компания Apple потребовала заблокировать три белорусских телеграм-канала. Речь идет о каналах Каратели Беларуси, чат группы Каратели Беларуси и все нарушения. Это связано с тем, что указанные каналы публикуют данные силовиков. И это может спровоцировать насилие. Об этом сообщил Павел Дуров в своих социальных сетях. Может спровоцировать насилие. В таком случае заботливой и миролюбивой компании Apple стоило бы распорядиться не продавать свою продукцию силовикам или заблокировать их аккаунты. Но не успели пользователи яблочной продукции перейти на Android, как Apple заявила о том, что ничего блокировать не просила, а просто потребовала удалить личную информацию из телеграм-каналов тех, кто не давал разрешения ей делиться. В общем, пока идет проверка. Телеграм-каналы работают, равно как и продолжают работать те, чьи личные данные в этих телеграм-каналах раскрываются. И к продолжению приключений Светланы Тихановской на этой неделе. Неизвестный человек присоединился к онлайн-встрече членов Комитета по внешней политике парламента Дании, выдав себя за Светлану Тихановскую. Об этом сообщила пресс-служба парламента Дании. В парламенте отметили, что онлайн-встреча состояла 6 октября. В ее начале представители якобы белорусской стороны проинформировали организаторов о неполадках с видеокамерой, так что саму выступающую никто не видел. Встреча продолжалась около 40 минут, пока присутствующие вдруг не заметили и не поняли, что что-то не так. Что там было на самом деле, мы не знаем, но у нас есть официальный комментарий. По этому инциденту комментарий нам дала пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. Ну это совершенно чудная штука. Мы когда услышали, нам понравилось, потому что это означает, что следующая страница популярности Светланы перевернута. То есть ее уже начали копировать и от ее имени начали куда-то внедряться. Это супер. Технически делается это достаточно просто. Находите контакт парламента, не знаю, Бургундии и говорите, так и так, я вот пресс-служба или я политический советник, или я представляю Светлану Тихановскую. Мы хотели бы в вашем парламенте обсудить нашу ситуацию, когда бы мы могли это сделать. И вам отвечают, в принципе, на этот ваш адрес. То есть если человек такой немножечко, не то чтобы недосвеченный, доверчивый, если человек доверчивый, то он вам отвечает, да, прекрасно, Светлана, давайте встретимся завтра в 14 часов и вы выйдете к нам в эфир. Это не издержки демократии, это демократия. Работают обезличенные защитники режима, не покладая дубинок и не опуская струй водометных. А знаете, как дубинка на белорусском? Дручок. Вот и новая речевка к выходным. Дурачок, отдай дручок. Не покладая рук, работают и сотрудники в швейных цехах, под которые за последние месяцы были переоборудованы все суды в стране. 8 октября был задержан Анатолий Лебедько, в прошлом председатель ОГП, а ныне, вот уже как несколько дней, назначенный Светланой Тихановской представитель по работе над конституционной реформой. Лебедько задержан за совершение административного правонарушения. Так прокомментировал позже официальный представитель ГУВД Мингоросполкома Наталья Ганусевич. По какой статье КОАП и за какое правонарушение Гунасевич не уточнила. В каком РУВД находится политик, тоже не уточняется. Он задержан милицией, добавила представитель ГУВД. Вот это хорошо, вот это хорошо, что уточнили. А то ведь до сих пор не ясно, кто эти люди без формы, знаков отличия и без норм приличия. Оказывается, милиционеры. Судилища продолжаются над политиками, активистами, спортсменами, рабочими, преподавателями, студентами. Если вы вдруг задаетесь вопросом, когда же это все закончится, то кажется, что никогда. Да, все просто идет по кругу. Суды пошли на второй круг. Шоуменов Дмитрия Кахно и Дениса Дудинского опять будут судить. Суд должен был состояться утром 8 октября, но подсудимым никто об этом даже не сообщил. Напомним, ранее телеведущих осудили за участие в несанкционированных мероприятиях. Оба получили по 10 суток ареста. Однако, фактически, были освобождены только через 12 суток. Теперь вот им вменяют неповиновение требованию должностного лица. На третьем круге, скорее всего, пришьют матерщину и оскорбление должностного лица при исполнении. И каждый раз сутки и штрафы. Каждый раз. Вот смотрите, как получается. Ты один раз на митинг сходил и три раза отсидишь. За поход по разным статьям. Вот за поход будешь сидеть по разным статьям. А вот если ты, например, остановил машину, вытащил водителя и сбил его, угнал машину, проехал на красный свет, сбил насмерть человека, потом похитил подростка, пытал его и все это делал, будучи обдолбанным наркотой, то получишь срок не за все преступления. А по самой тяжкой статье. А это убийство. Хотя нет, в Беларуси это наркотики. Лет 15 дадут. И то могут по УДО выпустить. И это все только при условии, что ты не милиционер. Потому что, напомним, ни одного дела на силовиков по фактам тысяч жалоб и исков о пытках, насилии, убийствах заведено не было. Зато борьба с главным преступным элементом не останавливается ни на одну секунду. Ведь нет ничего страшнее, опаснее, чем сочетание бело-красно-белых цветов. И на борьбу с флагами и символикой брошены все силы и деньги. Столичные власти, видимо, потратили так много денежек на премии коммунальщикам и представителям неопознанной профессии, что с 26 октября будет приостановлено строительство второй очереди первого участка третьей линии Минского метрополитена. От станции Корженевского до станции Юбилейная с электродепо. В связи с отсутствием финансирования. Ну а с чем же еще? Но есть один рецепт, как повлиять на скорость строительных и ремонтных работ. Подсмотрели мы его в Гродно. Оказывается, что если дорогу, которую долго не ремонтируют и никак не помогают просьбы и жалобы, то можно вызвать дорожных строителей с помощью бел-червоно-белого стяга. Вот так на одной из улиц раскрасили ямы в цвет флага и на следующий день ямы залатали. Залатали криво, косо, ненадежно, клочками. Ну хорошо, что не земли, а асфальта. Один литературный герой боролся с ветряными мельницами и эта история стала символом бесцельной траты сил и бессмысленной борьбы с воображаемыми врагами. В историю войдет и современный Дон Лукоход и его последователи. Живей Беларусь! Как там в детском стишочке было? Дураки ловили рыбу, а поймали флаг, а на дне сидит усатый рак. Ну вот как-то так. Санстанция закрыла... Санстанция, санстанция... Боярский вспомнился, не знаю почему, наверное, потому что с усами. Так вот, санстанция закрыла кафе, в котором предлагали посетителям шаурму с красной полосой поперек лаваша. Плюс ко всему здесь предоставляли скидку в 20% тем, кто приходил с белой ленточкой. Это было достаточным основанием для того, чтобы санитарные нормы были нарушены. То ли дело COVID-19. Эпидемиополитическая обстановка и ситуация в стране, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Сначала ковида в стране вообще не было. Потом появился психоз. Затем главный сам себе эпидемиолог никак не мог разглядеть летающие вирусы. Потом поборол несуществующую болезнь раз. После этого поборол эту болезнь два. Потом сам ее на ногах перенес и решил, что во всем виноваты те, кто ходит на марши по воскресеньям. Они скоро сами поймут, когда они все уляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть. Пусть ходят и болеют. Жуть! Стоит отметить, что ходят без масок в основном те, кто ходит ябатькать на митинг. Их немного, но их фантур проходит по всей стране и развозят заразу по всем городам. Вот фото крестовых походов из Минска и Бреста. Найдите 10 отличий. Кстати, про медицину. Волонтеры не будут помогать медикам со второй волной ковида. С первой, напомним, помогали и деньгами, и средствами защиты, и ИВЛами, и едой, и водой. Однако сейчас инициатива не видит возможности сотрудничать с государством. Андрею Стрижаку и Андрею Ткачеву сооснователям инициативы пришлось покинуть Беларусь из-за политического преследования. Последний во время одной из мирных акций был задержан, избит и подвергнут пыткам. Мола-мола, проект, благодаря которому был возможен сбор средств на различные инициативы, в том числе на бай COVID-19, закрыт и заблокирован властями. Его сооснователь Эдуард Бабарико находится в СИЗО. Создатели инициативы не видят необходимости помогать государству. Раз денег хватает на оплату работы сотен ОМОНовцев, оплату за посещение провластных митингов, закупку партий бронежилетов и прочего оборудования для войны против своего народа, то денег должно хватать и на покупку средств индивидуальной защиты для медиков, аппаратов ИБЛ, а также оплаты сверхурочной работы медикам. Правда в том, что пожилой мужчина из группы риска не так сильно обеспокоен ковидом и не переживает за жизнь беларусов, как очень сильно переживает за свое политическое долголетие, а жить ему мешают все. В последнее время особенно мешают студенты. Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к всему этому высшему нашему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Французский поэт Пьер Жан де Беранже еще в 18 веке сказал «невежество, рабство, знание, свобода». В 21 веке Лукашенко все еще надеется поставить на одну социальную ступень знания и рабства. Не дорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели мы должны решить кадровую проблему по таким вузам. Самоназначенный будет переназначать самим же им назначенных ректоров. Что ж, если есть движение «Ябатик», то и «Ябалонский» процесс не удивляет. Десятую неделю во всех городах страны и дворах городов продолжает формироваться новое крепкое молодое гражданское дружное и светлое общество. В субботу 10 октября в белорусских городах и многих городах мира пройдет самый массовый женский демарш против политических репрессий. Воскресенье марш гордости. Желаем вам хороших выходных с гордо поднятой головой. Помните, нас большинство. Давайте поддерживать друг друга, особенно тех, кто не может выйти на прогулку. Не забывайте писать письма Сергею Тихановскому и другим политическим заключенным. Например, Владимиру Неронскому. Это блогер, автор ютуб-канала «Слуцк для жизни». С 8 мая 2020 года он беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. Когда и где происходили суды над ним, в результате которых он получал очередные сутки, неизвестно. 17 июня стало известно, что Владимира Неронского поместили в следственный изолятор номер один на улице Владарского. На него заведено уголовное дело по двум статьям. 18 августа стало известно, что Владимир Неронский был переведен в СИЗО в город Жодино. Вот туда ему и пишите. Информация о том, как написать, будет под видео и в первом прикрепленном комментарии. На сегодня все. До встречи. Только вместе мы сможем построить страну для жизни. Стоп тарака.